Здравствуйте, меня зовут Валерия, сына зовут Мирон, ему 3 года. На приеме у нервопатолога 3 месяца назад нам был поставлен диагноз задержка речевого развития с элементами аутизма. Диагноз пугающий, потому что прогнозов нет, определенных методов лечения нет, есть некоторые методики коррекции. В общем-то и все. Небольшой набор препаратов, ноотропы, которые могут выписать врачи, это все, что они могут, к сожалению. Стала интересоваться возможностью альтернативного лечения, стала искать людей, специалистов. Выход из ситуации, нашла случайно видео одной мамы, мамы мальчика Виктора, из лечения которого проходило чудесным образом. Мальчик стал абсолютно адекватным, он стал играть, общаться, взаимодействовать. Захотелось чудо, захотелось дозвониться. Я попробовала, у меня получилось. Мы провели с Давидом 4 сеанса лечения. После первого сеанса наступило облегчение, прежде всего, моего состояния. Пропала тревожность, чувство страха, пропало определенное волнение. Появилась уверенность, спокойствие. И вера, стопроцентная вера в хороший исход. Что касается малыша, появился глазной контакт, более продолжительный. Он смотрит в ответ на меня и улыбается. Смотрит не на мой рот, как это было раньше, когда я говорю с ним, или в сторону куда-то, не фиксирует взгляд, а смотрит мне прямо в глаза. Да, я считаю, что это большой плюс достижения. То есть он уже видит, как я с ним разговариваю, пытается что-то повторять иногда. Только первые две буквы, но это уже что-то по сравнению с полным отсутствием речи и диким ором, правда? У нас изменились отношения с горшком. То есть если ребенок раньше боялся на него сесть, у него начиналось, когда я его садила туда, начиналась истерика, он пытался вскочить. Сейчас он сам бежит и садится. Это что касается по-большому. По-маленькому он делает все уже по-взрослому. Я показала ему два раза, теперь он пользуется полноценно унитазом для взрослых. Снимает все, делает дело, смывает за собой. Это здорово. Я говорю, я только напоминаю ему, Мирон, сходи в туалет пописать, и он бежит сам. И он стал более разнообразно играть. У него появилось стеснение, когда я говорю о нем или хвалю его. Он начинает обускать голову и поднимать глаза, хлопать ими. Он стал позировать перед фотокамерой. Он понимает, что его снимают. Если раньше было его невозможно понять и поймать на камеру, он занимался своими делами, носился по комнате. Все фотографии были смазаны. Ребенок в движении никогда не смотрит в кадр. Сейчас у нас очень удачные фотографии появились. Но дело даже не в фотографиях. Дело в том, что ребенок стал более адекватно оценивать ситуацию, знает, что от него хотят. Понимает лучше обращенную речь. Отзывается на свое имя. Пускай иногда со второго раза, иногда с первого даже. Но не с шестого, седьмого, как это было раньше. Или вообще не слышишь, о чем идет речь. Он прибегает с другой комнаты, когда слышит, что я его зову. Он большим интересом слушает сказки. Он играет, вовлекается в игру. Не психует, когда я подхожу к нему с вопросом поиграть. Или вмешиваюсь в его игру. Ему это приятно. Он слышит, о чем я его прошу. Он помогает мне вытереть, допустим, разлитую какую-то жидкость. Или если сам что-то прольет, он бежит за тряпкой и вытирает. Я считаю это большим прогрессом и достижением со стороны ребенка и со стороны работы центра. Быстрого результата я не ожидала. Он произошел практически сразу. Во время первого сеанса ребенок мой, что я раньше, я была в шоке. Я такого не видела. Он несколько раз уже во время первого сеанса повернулся ко мне, посмотрел мне прямо в глаза продолжительным взглядом, улыбнулся и обнял меня. И так произошло подряд три раза. То есть он оглядывается, смотрит и улыбается мне прямо в глаза. Я поняла, что результат будет. Уже с первого раза я поняла, что результат будет. Большое. Это просто дело времени. И сейчас у меня отношение к тому, что это просто дело времени. Моему ребенку надо просто до этого дорасти. Все придет. Усилиями моими, усилиями Давида, усилиями специалиста-логопеда. Все в копии дает результат отличный. Спасибо вам огромное, Давид, за ваши труды, за то, что вы делаете для нас. Вы усиляете надежду, уверенность в будущее наших деток. То они не просто оторванные от общества люди, они не одинокие. Они найдут себя, войдут в норму и превзойдут эту норму, покажут все свои таланты на зависть родителям и на их радость. Спасибо вам огромное. Успехов вам. Здоровья вам и вашим близким людям. Я выражаю благодарность материнскую, которую чувствую внутри. Мне просто распирает, не хватает слов сказать. Спасибо вам большое за то, что вы есть. А другим мамам, отчаявшимся, хочется сказать, звоните, не теряйте надежду, никогда не опускайте рук. Паритесь за своих детей. Даже если придется что-то просить, кого-то просить, я считаю, что это того стоит, чтобы довериться этому человеку и позвонить. Он знает ответы на все ваши вопросы. Он обязательно вам поможет. Даже если вам кажется, что у вас безвыходная ситуация, позвоните. Спасибо вам еще раз, Давид. Всего доброго. До свидания.